Да, очень сложный вопрос о каких-то каком-то сотрудничестве между Украиной, Беларусью и Россией, когда идет война России против Украины при поддержке Беларуси. Все это можно обсуждать только в контексте послевоенного мирного урегулирования. То есть, когда кончится этот кошмар, эта военная жуткая истерия, которая сейчас происходит, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока во время Российской войны, агрессии, отношения могут быть только одни, что называется, это война, это значит, что если не, что называется, агрессора не остановить, он просто захватит Украину, поработит ее в прямом смысле этого слова, пойдет дальше в Европу. Какие-то вообще разговоры об этих отношениях, возможно, после окончания войны, а война может кончиться двумя вариантами. Или крахом режима Путина, или третьей мировой войной. Я считаю, что другого варианта нет. Потому что Путин явно не собирается останавливаться, он, очевидно, будет продолжать свое безумие, а мир не собирается, и мы это видим, терпеть это безумие, и будет ему всячески сопротивляться. Чем выше будет градус безумия Путина, тем выше будет градус военных действий, этих преступлений, которые он будет совершать, продолжать совершать в Украине, тем сильнее будет ему отпор. И, соответственно, он тоже будет опять повышать ставки. Это вот типичная ситуация, да, эффект снежного кома, степ-бай-степ, который может привести только к международному глобальному столкновению, если, опять-таки, Путина не потерпит какое-то сокрушительное поражение в Украине, и режим его не падет.